Текущее положение дел в судах, совершенствование действующего законодательства республики, его гармонизация с правовым полем России, неполная укомплектованность, в частности, судов общей юрисдикции. Об этом не только шла речь на совещании. Как органы судебной власти, так и президент выразили определенные озвученности состоянием органов судебной власти и необходимости законодательного регулирования ряда вопросов, в том числе механизма гарантирования деятельности судей, механизма выплаты выходных пособий и необходимости формирования ряда институтов, скажем так, в правовом поле, которые позволили бы обеспечить более стройную работу, в том числе органов судебной власти. Особое внимание на встречу было уделено также вопросу реализации принятого уже Верховным Советом закона об обеспечении доступа к информации о деятельности судов. Его цель – информирование населения обо всех рассматриваемых делах, копии судебных решений по ним должны будут публиковаться на официальных сайтах судов. Если для арбитражного суда проблема практически решена, на нашем сайте можно найти любой судебный акт, и они не засекречиваются, в них не закрываются отдельные параметры, то для судов общей юрисдикции это будет проблемой, поскольку, если посмотреть на практику Российской Федерации, решения, которые выкладываются в суд, представляют собой некий пустой практически судебный акт, не содержащий ни имен, ни фамилий, ни дат, ни, собственно, по сути, существа правоотношений. В обратном случае, как говорилось на совещании, будут нарушены права человека на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных. Закон об обеспечении доступа к информации о деятельности судов вступит в силу с января 2014 года. По словам руководителей судов, его осуществление является достаточно затратным и, возможно, потребует более длительного периода, чем указанные сроки. По окончании встречи глава государства поручил председателям Конституционного, Верховного и Арбитражного судов выработать наиболее оптимальные решения по ряду озвученных сегодня вопросов.